Здравствуйте, это факты мнения. Один месяц год кормит. Так говорят о своем бизнесе нелегальные продавцы пиротехники. Каждый раз перед новогодними праздниками тема петард и фейерверков снова становится главной в лентах новостей и чаще с негативным и даже криминальным подтекстом. Правоохранители массово очищают прилавки рынков и подземных переходов от опасной продукции. Количество изъятых петард и хлопушек исчисляется сотнями тысяч. Актуальна эта проблема и для Краснодарского края. Какое главное требование нарушают нечестные продавцы пиротехники? Какое наказание за это им грозит? И если праздник будет с домашним салютом, то как правильно это сделать? Мы обсудим все эти моменты с Дмитрием Башковым, заместителем начальника управления надзорной и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Дмитрий, я вас приветствую. Итак, снова сезон предновогодний, снова горячая пора для представителей МЧС. Когда для вас эта тема начинает быть актуальной и животрепещущей? Когда начинаются проверки по краю легальных точек продаж пиротехники? Ежегодно мы эту работу проводим и проводим ее в комплексе. Не только органы пожарного надзора занимаются этими вопросами, но и представители администрации муниципальных образований, органы полиции, потому что сотрудников государственного пожарного надзора охватить весь спектр и мест, где возможна нелегальная продажа пиротехники невозможно. Поэтому в рамках решений комиссии по чрезвычайным ситуациям прописываются вот такие моменты, связанные с необходимостью выявления таких точек, осуществления контроля за ними, изъятия штрафных санкций, применения к нерадивым предпринимателям, которые пытаются на этом заработать. Есть определенная дата, с которой начинаются такие проверки, рейды в крае? Как правило, поручение правительства Российской Федерации на проведение проверочных мероприятий приходит где-то в конце ноября месяца. То есть в 20-х числах ноября мы уже имеем поручение правительства для того, чтобы организовать эту работу. Это и проведение профилактических мероприятий на объектах проведения елок, где будут массово находиться дети. Это проведение инструктажей в школах, где проводится противопожарный инструктаж для детей, в том числе по использованию пиротехники. Это оценка состояния противопожарной защищенности в помещении, где размещена елка и будет проводиться торжественное мероприятие. Но это не только школы, это и дома культуры, в детских садах, естественно, проводятся. То есть эти вопросы, они поэтапно с ноября месяца начинают прорабатываться не только органами пожарного надзора, но и в целом органами местного управления и полиции. Наша цель сейчас поговорить о пиротехнике, о хлопушках, фейерверках и салютах. Как правило, нелегальная эта торговля. Хочется тогда назвать, сколько в крае определено таких разрешенных точек, стационарных, где всегда можно приобрести качественную сертифицированную продукцию. На прошлый год могу сказать с уверенностью, что органами пожарного надзора было проверено 282 таких объекта. Это стационарные объекты реализации пиротехники. И здесь нужно как раз отметить то, что люди, которые профессионально занимаются пиротехникой и реализуют ее, занимаются профессионально этим бизнесом, они как раз таки и привозят качественную продукцию и являются гарантами того, что вы купите сертифицированный продукт. Потому что пиротехника в соответствии законодательством Российской Федерации это тот продукт, для которого необходима сертификация обязательно. Так вот, на этих стационарных объектах, помимо соблюдения требований пожарной безопасности, вы всегда можете приобрести качественную пиротехнику, где есть инструкция завода-изготовителя, где прописано, каким образом ее использовать, на каком безопасном расстоянии. Ознакомившись с ней, вы можете потребовать у продавцов-консультантов на этих объектах документацию, подтверждающую ее качество и прохождение сертификации. Дмитрий, но если это разрешенные точки торговые, то что вы тогда проверяете, как представители МЧС? Проверяем наличие и соблюдение требований пожарной безопасности к этим объектам, потому что к ним тоже повышенное внимание с нашей стороны. Это правильность расстановки, допустим, пиротехники на этом объекте. Ее нельзя ставить возле нагревательных приборов или отопительных приборов, возле аукционных выходов. Если здание двухэтажное, то только на втором этаже здания, допустим, размещать. Мы сейчас можем много и долго об этом рассказывать. Главное нарушение – это условия хранения. Условия хранения и соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. На нем должны быть первичные средства пожаротушения, рабочая автоматическая пожарная сигнализация, личный состав, в котором продавцы работают, должны быть обучены, пройти обучение пожарно-техническому минимуму и так далее. То есть начиная от документации, распорядительных документов на объекте, заканчивая средствами пожаротушения и средствами противопожарной автоматики. В этом году есть уже какие-то данные проверок? Где уже успели побывать? И какие муниципалитеты чаще отличаются в таком негативном контексте? Ну, как правило, больше выявляется нарушение там, где... И точек больше. И точек больше, да. Это крупные города – Краснодар, Новороссийск, Сочи достаточно много таких объектов. Но, еще раз повторюсь, там, во-первых, люди уже не первый год занимаются этим бизнесом и знают о том, каким образом соблюдать требования пожарной безопасности. Поэтому нарушения, как правило, носят режимный характер. Это не капитальные какие-то вопросы, а недостатки, скажем так, где-то, может быть, в особенностях знаний или более тщательного подхода к вопросам пожарной безопасности на их объектах. Поэтому их просто в этом вопросе чуть-чуть корректируют, направляют. Вот эти нарушения являются наиболее встречаемыми. За весь сезон какое количество проверок, рейдов удается совершить сотрудникам МЧС и когда прекращаются они, там, вплоть до Рождества, я не знаю, или до середины января вы эту работу проводите? Ну, если касается стационарных объектов, то после получения соответствующего разрешения, если есть поручение правительства, мы сразу стараемся максимально короткие сроки провести эти проверки. В дальнейшем, ну, просто нет необходимости туда дополнительно приходить, потому что объект уже проверен. А вот что касается места несанкционированной продажи пиротехники, то... Вот, куда чаще люди обращаются, да? Да, это уже такая комплексная работа совместно и с руководителями рынков, да, где можно бывает встретить эти... Но это наверняка же будет практически на каждом рынке, мы же с вами понимаем. Ну, я бы, наверное, не сказал, что на каждом рынке. Мы в начале сезона вот этого, мы каждому руководителю рынка направляем информационное письмо о запрете... Такое руководство к действию, да, получается? Да, руководство к действию о том, что тем самым это влияет и на имидж предприятия, да, на котором несанкционированно торгуют китайской какой-то пиротехникой. И влечет штрафные санкции, потому что, помимо этого, если этот человек, как гражданин, там, понесет штраф от двух до трех тысяч рублей, к примеру, за нарушение правил пожарной безопасности, то юридическое лицо будет оштрафовано от 150 до 200 тысяч рублей. Две-три тысячи это для человека, который вот на лотке по-быстрому... Какой-то человек без каких-либо документов абсолютно, то есть в области пожарной безопасности штраф на граждан от двух до трех тысяч рублей. При этом есть еще и органы полиции, то есть здесь, если подходить комплексно, то это и незаконное предпринимательство, ну, и там можно ряд других вопросов... В общем, лучше этим не заниматься. Естественно. Вы сказали, что прежде всего смотрите, как представитель МЧС в легальных точках продаж, а как должен себя вести покупатель, да, на что обращать внимание, чтобы, ну, обезопасить себя, ну, по всем фронтам? Ну, я немножко уже коснулся этой темы, придя в магазин... Вы смотрите, как специалист, ну, по своей части, да, а все-таки вот обывателю, как поступить? Придя в магазин, вы должны, ну, в первую очередь, убедиться в том, что та продукция, которую вы хотите приобрести, сертифицирована. То есть запросить у продавца-консультанта сертификат на эту пиротехническую продукцию. Именно на данный товар, либо вообще на возможность торговать этим? И возможность, ну, возможность торговать, это как бы компетентные органы проверяют, ну, и вы можете запросить, никто вам, я думаю, не откажет в этом вопросе. И затем, когда вы определились с, ну, типом товара пиротехнического, который вы хотите приобрести, внимательно изучить инструкцию завода-изготовителя, которая рекомендует, каким образом, чтобы вы понимали предварительно, как вы потом будете ее реализовывать, то есть позволит ли вам площадка или место, где вы проживаете, ее спокойно реализовать. Срок годности важен? Естественно, срок годности, наличие повреждений на упаковке, чтобы не было каких-то там отверстий сомнительных, чтобы упаковка не имела места, каких-то влажных мест, что неправильное хранение привело к отсырению, да, пороха в этом пиротехническом изделии. Как хранить дома? Если до Нового года остается несколько дней еще. Дома в обязательном порядке, в недоступном для детей месте. И тоже, чтобы это было теплое, сухое место, но, естественно, не где-то возле отопительных приборов. И еще раз повторюсь, не в открытом для детей месте. Вот вы говорите, что от детей нужно прятать, но, как мы все понимаем, что они больше всех хотят поучаствовать в запуске салюта петардов. Как провести инструктаж правильно с такими жителями края? Я посредством передачи сегодняшней хотел бы донести до наших жителей, что запрещено детям использование пиротехнических изделий, в принципе, правилами пожарной безопасности. Запрещено. За это любой родитель может понести соответствующую ответственность. Допускается применение детьми, не детьми, а в присутствии взрослых. То есть взрослые должны использовать пиротехнику, а дети должны на это смотреть. На безопасном расстоянии. Все верно. При этом взрослые должны ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя. Если это, ну, в зависимости от вида пиротехнического изделия, если это коробок, да, вот, фейерверков, то необходимо противопожарное расстояние соблюсти где-то, ну, как правило, это 30-50 метров. Отсутствие деревьев, проводов. Рядом. Да, вместе с запуском этой пиротехнической продукции. Но надо сказать, что и детям продавать не должны, как бы, да? Какое наказание может понести такой торговец? Абсолютно верно. Ну, запрещено, в принципе, продавать детям пиротехнической продукции. До 16 лет. До 16 лет, да, все верно. Я знаю, что вы, как представителям ЧЕС, но и ваши коллеги тоже именно этой теме уделяют внимание, объезжая школы перед Новым годом. Все-таки детей и подростков, которые уже старше класса, нужно хотя бы предупредить, чем это грозит. И статистика печальная, к сожалению. Печальная и отрывает людям пальцы. Конечности, да. И это приводит к инвалидности. Зачастую некачественная пиротехника, либо нарушение правил безопасности приводит к очень печальным последствиям. Что вы рассказываете детям в школах? Ну, стараемся, конечно, совсем уж жути не нагонять, но в пределах, допустим, чтобы не травмировать детскую психику, может быть, это не совсем правильно. Но максимально доступным способом и доступным словом объяснить всю ту опасность, которую в себе несут пиротехнические изделия. Даже небольшая петарда может стоить вам ожога достаточно серьезного для руки. Может, более крупная петарда может стоить ребенку конечности, да, он может стать инвалидом, лишиться пальцев. Ну, чтобы на жути не заканчивать, давайте полминуты остается. Как встретить Новый год безопасно? Совет от МЧС. В первую очередь, люди, которые хотят использовать пиротехнические изделия, должны воздержаться от употребления алкогольных напитков. Это табу, которое должно быть обязательным. Если вы хотите порадовать своих близких красивым фейерверком, то будьте трезвым. И красивым тоже. Красивым обязательно. И внимательно изучите требования завода-изготовителя по использованию этой пиротехники. Благодарю вас. В программе «Факты. Мнения» был Дмитрий Башков, заместитель начальника управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Безопасных вам праздников. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин